Это радость со слезами на глазах. Здравствуйте! В эфире Люберецкого районного телевидения новости. Вы смотрите спецвыпуск, который посвящен 71-й годовщине Великой Победы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помните через века, через года. Помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. В памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной. Каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какую ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет. Помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните детям своим, расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Мемориальный парк на улице Инициативная. Сегодня здесь прошел торжественный митинг «Память о подвиге в сердце храним». Субтитры Алексею Дубровскому! Среди участников митинга ветераны и участники Великой Отечественной войны. Много и молодежи. К счастью, ребята не знают, что такое война. Они могут только помнить историю тех страшных лет, чтить память героев. А пока жива память в наших сердцах. Жива и победа! День Победы. Этот праздник значит, что мы победили в войне. Это значит, что мы должны гордиться за тех людей, которые положили свои жизни ради нас, ради будущего нашей страны. Я с ним ходил тогда в поход в суровые края. Рукой взлокнула у ворот моя любимая. Рукой взлокнула у ворот моя любимая. День, который я уже был в Москве. Нас там окружили, и мы сами еще не знали, что День Победы уже пришел. О чувствах тогда, по-моему, некогда было думать. Мы были все в эфире такой, знаете. Мы только видели и знали, что это День Победы. Уже можно было не опасаться ни за что. Ни за свою жизнь, ни за что. Мы были уже. Вы знаете, что город Люберцы – это прифронтовой город. Город, где были развернуты госпиталя, где было развернуто производство для обороны, где наши жители выходили и работали по укреплению оборонительных сооружений в Подмосковье. Люберцы в масштабе нашего государства – небольшой город, небольшая территория. Но Люберцы внесли весомый вклад в победу. Нет семьи, в которой бы не было участников той Великой Отечественной войны. Нет семьи, в которой кто-то бы не погиб, кто-то бы впоследствии не умер от ран. В каждой семье есть свой герой. В каждой семье есть те, кто в тылу ковал победу. Потому что без тыла нет побед. Поэтому, дорогие друзья, я сегодня искренне поздравляю всех вас с праздником Великой Победы. Сегодня, 9 мая, празднование Дня Победы проходит по всему поселку. Сейчас мы находимся на стадионе «Урожай», где собираются участники праздничного шествия. Они пройдут от стадиона к 19-й гимназии с портретами своих воевавших родственников – героев Великой Отечественной войны. Расскажите, пожалуйста, что для вас значит шествие «Бессмертный полк»? Ну как, для нас это память о тех людях, которые погибли за то, что мы вот здесь вот жили, встречались, отмечали праздники. У меня подруга такая была. Я взяла женщину специально, потому что просто почет женщине военной. А вы принимали участие в войне? Я труженик тыла, и я работала так, как никто другой, наверное. Здесь на птицефабрике собралось порядка 500 человек. Это люди всех возрастов. Все они пришли почтить память своих отцов, дедов, прадедов, которые воевали в Великой Отечественной войне за нашу страну. Мы идем организованной колонной, следуя за духовым оркестром к 19-й школе. Это замечательный праздник. Хорошо, что детей к этому подключаются. Все дети должны знать, что у нас есть наши предки, которые защищали нашу Родину, что это наша гордость. Мы смотрели сегодня парад и радовались, что у нас такая замечательная страна. Сегодня, 9 мая, я хотел бы нашим ветеранам пожелать, конечно же, здоровья и долголетия. С каждым годом их все меньше и меньше. Но, тем не менее, они сегодня с нами. И я думаю, это живая история, с которой можно пообщаться нашим молодым жителям поселка Томилия. Здесь, на птицефабрике, рядом с памятным обелиском, помимо участников шествия, собралось огромное количество зрителей. Люди возложили цветы к обелиску с именами воинов, отдавших свою жизнь за нашу Родину. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, Томилина ТВ. Митинг в честь Дня Победы прошел и у памятника Три Ивана. Ввысь взмывают три истребителя МиГ-3, на которых летали Иван Заболотный, Иван Голубин и Иван Шумилов. Силами 16-го авиаполка, который базировался в Люберцах, во время войны было сбито 117 самолетов противника. Силами 16-го авиаполка, Томилина ТВ. Выберется очень много знаковых мест. И вот знаковое место сегодня, где памятник Три Ивана, где гарнизон. Потому что именно на этом месте в свое время базировался 16-й истребительный полк. Именно, по сути, истоки создания войск противовоздушно-оборонной современной России берут именно с этого 16-го истребительного полка. Поэтому, конечно же, мы чтим героев. Мы гордимся своей историей. Мы гордимся своими ветеранами. Цветы к памятнику Три Ивана возложили ветераны Великой Отечественной войны и воинской службы, депутаты, представители администрации района, общественных организаций, института ВВС Минобороны, благотворительного фонда «Люберецкий квартал», управляющий компанией «Лук», учащиеся кадетского корпуса и жители городков Айбе. И сегодня, в этот святой для всех нас день, день победы, мы с моим отцом-ветераном пришли почтить память героев Отечественной войны, вспомнить тех, кто дал нам жизнь, благодаря кому мы живем. И, в частности, вот мой отец. Я прослужил 27 лет. 27 лет он прослужил. Майором. Закончил службу майором. И сейчас мы живем рядом. Ему 92 года. Ну, что, всех с праздником. Я с детства инвалид. Работал гражданкой. День и ночь мы трудились, чтобы фронту все было достаточно. И хлеба, и нефти. Старые нефтяные вышки даже ощущали, чтобы больше нефти давать, понимаете. И никто не жаловался. Все, все работали. Работали лишь бы идти. Даже рядом, знак завод, станок был. Там пацаны другие были. Я, конечно, не попал туда, как инвалид. А пацаны скамек, не скамек, а ящики поставляли под ноги, и станку доставали, и станки, снаряды готовили. Радует то, что действительно стали обратно возвращаться к военнослужащим, которые защищают родину, несут на передовых рубежах свое боевое дежурство ради того, чтобы мы сегодня здесь праздновали. Ну и в честь их памяти тоже хорошо, что сделали сзади меня памятник трём Иванам. Но это не трём Иванам, а всем нашим военнослужащим, всем нашим ветеранам и всем тем, кто служит. Памятник Три Ивана был открыт в прошлом году и стал гордостью микрорайона. Теперь здесь излюбленное место отдыха и гуляний. Солнечная ночь разделяет любовь от нас, И тревожные чёрные спины, Крепоте заново. Ещё раз от лица всех сотрудников Люберецкого районного телевидения поздравляю вас с 71-й годовщиной Великой Победы. Как будут развиваться события, смотрите в следующих выпусках. Хороших вам выходных и чистого неба над головой. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова